Давайте начнем. Основной смысл сегодняшней нашей встречи обозначен в теме, как лучшие и худшие практики. Меня зовут Павлова Елена, я преподаватель учебного центра, специалист и сертифицированный тренер Microsoft по направлению управления проектами. И, собственно, работа с Microsoft Project – это моя основная специализация. В течение какого-то времени и со своими проектами я работаю, и с проектами, которые поступают от клиентов-заказчиков. И само по себе приложение Microsoft Project по функционалу богато. Наверное, хороший график проекта и, наверное, устойчивая работа в Microsoft Project – это не использование всех 350 функций, которые выведены на ленту, и всех остальных нескольких сотен функций, которые скрыты где-то в параметрах, их можно достать. Наверное, показателем хорошего плана проекта является его устойчивость ко всем возможным вариантам изменений, которые мы в этот план будем вносить. И это то, чем очень часто страдают файлы, страдают проекты, которые создаются в приложении, что вот если рассматривать график проекта в статичном сиюминутном состоянии, все хорошо, все там функции на месте, все применено, все в порядке. Но как только надо, допустим, какую-то задачу декомпозировать глубже, тем более если мы уже перешли к отслеживанию хода выполнения, или у нас в принципе меняется состав работ, то есть от каких-то задач мы отказываемся, какие-то новые появляются. Или у нас начинают наступать рисковые события, у нас изменяется технология, или изменяется состав ресурсов, кто-то уволился, кто-то новый пришел. Мы начали собирать в какой-то момент первичную фактическую информацию. Это вопрос перепланирования проекта. Нам надо, чтобы всегда график проекта, что бы мы ни вносили, в какой бы мы в момент жизненного цикла проекта ни вносили бы, в него какие-то изменения всегда вел себя правильно, и остаток проекта всегда перепланировался правильно. И показатель хорошей работы в программе – это умение спрогнозировать, что произойдет, если сейчас в этом поле, в этой ячейке я что-то поменяю, ну и, соответственно, что перепланируется, что останется на месте. То есть вот это вот первый момент, да, это умение прогнозировать, и это устойчивость графика проекта ко всем вариантам перепланирования. А второй момент – это вопрос масштабируемости графика в самом широком смысле этого слова. Потому что пока я работаю с одним файлом в проджекте, и я здесь планирую на свое усмотрение, планирую проекты. Это одно дело. И совершенно другое дело, если когда-нибудь однажды, допустим, проектный офис компании примет решение о развертывании project server, и мне нужно будет этот файл опубликовать таки в сетевую корпоративную среду управления проектами. И как у меня тогда поведут себя ручные задачи, неактивные задачи, задачи, допустим, с несколькими назначениями ресурсов, назначенные ресурсы на суммарные задачи, будут видеть их исполнители или не будут, и так далее. Масштабируемость – это не только работа в корпоративной среде, но это работа всегда в какой-то более обобщенной среде. Что, если мне этот файл проекта, который я храню у себя локально, когда-то нужно будет консолидировать в ряду других проектов, консолидировать в один мастер-план и установить какие-то зависимости между отдельными проектами, попавшими в этот мастер-план? Как тогда поведут себя мои задачи? А что, если когда-нибудь мне этот файл проекта нужно будет подключить к пулу ресурсов? Как у меня поведут себя ресурсы и как я буду их заменять из одного файла на другой? Короче говоря, это вопрос существования этого файла не просто на жестком диске у одного отдельно взятого пользователя. Это вопрос динамики всей жизни проекта и это вопрос более широких контекстов, в которых проект может существовать. Он может относиться к программе, к портфелю проектов, может использовать какой-то единый пул ресурсов и так далее. Я работаю с редакцией Professional сейчас, это версия у меня установлена 13-я. Ну, собственно, от 16-го в этом смысле, в котором мы будем рассматривать функционал, ничем не отличается. Ну и, собственно, если смотреть на тенденции развития программы, развивать в основном команду разработчиков будет сетевое направление, клиент, скорее всего, он застынет, ну, застынет, не застынет, но, по крайней мере, вот эта базовая идеология, она будет сохраняться. Ну, так вот, начнем сначала, начнем с каких-то первых действий, которые пользователь делает в программе создания и сохранения файла проекта. Что в этом нужно, что не нужно делать, что хорошо, что, скорее, плохо. Ну, вот один из вариантов, когда мы впервые запускаем само по себе приложение, один из вариантов, как можно создать файл проекта, это можно сделать на основе вот этих вот шаблонов, которые на самом деле опубликованы на веб-узле Microsoft, ну и, соответственно, при условии подключения рабочего места к интернету в меню создания файла, вот в этом стартовом меню, шаблоны отображаются, если подключения к интернету нет, шаблона тоже нет. И есть какой-то такой соблазн, ну, по крайней мере, если здесь есть шаблон, соответствующий теме проекта, есть соблазн создать свой собственный файл на основе какого-то из этих шаблонов. Можно так сделать? Можно. Например, мне там нужно провести маркетинговую кампанию, вот есть шаблон, план маркетинговой кампании, кстати, один из самых, наверное, удачных из тех, которые здесь представлены. Я могу как один из вариантов создания файла выбрать этот план. Если один раз кликнуть, откроется такое превью этого шаблона, если дважды кликнуть или нажать кнопку «Создать», то, собственно, у меня создается готовый файл, план проекта. Я уже сейчас работаю не с шаблоном, я вношу изменения не в шаблон, у меня это файл в формате MPP, собственно, Microsoft Project Professional. Я могу сохранить его и дальше свою маркетинговую кампанию планировать на основе этого состава работы, этого состава ресурсов. Ну, сложно мне представить, когда и каким бы пользователям, каким бы руководителям вот таких вот маркетинговых проектов пригодился бы вот этот вот уже фиксированный состав работ, пригодился бы тот перечень ресурсов, которые есть в этом шаблоне. И, ну, вроде бы с одной стороны можно было бы изменить, внести какие-то изменения в название задач, например, или в название ресурсов, соответствующие нашей текущей ситуации. Но изменение чьего-то файла по своим данным, по сравнению с созданием файла с нуля, это, конечно, такая более трудоемкая задача, потому что не всегда прогнозируемо, как у меня поведут при перепланировании все работы. Так, причем вот это вот планирование маркетинговой кампании, это, повторюсь, один из самых удачных здесь шаблонов. Во всех остальных мы можем найти, в принципе, предыдущий глобальный шаблон, который был взят за основу создания файла. Или кто-то вообще в американском интерфейсе создавал этот проект, и у нас здесь будут названия столбцов, вместо названия задачи будет task name или еще что-то такое, да, и не очень удобно будет с этим работать. Ну и, конечно, сам по себе план проекта. Не факт, что он у меня вообще соответствует тому, как кто-то себе представляет план маркетинговой кампании. То есть вот эти вот шаблоны все, ну, как мне кажется, в отличие, наверное, от того, что можно использовать в Excel, в Word, там, как шаблоны календарей в Excel или шаблоны, там, не знаю, чего резюме или делал бы их писем в Microsoft Word. Здесь шаблоны в проекте, они носят скорее такой иллюстративный, демонстрационный характер. Ну, то есть, да, посмотреть, как кто-то спланировал этот проект, окей, но брать его за основу и вот здесь вот сейчас что-нибудь менять и непонятно, как поведут себя задачи, и почему у меня неделя начинается здесь с воскресенья, а не с понедельника, ну и так далее. Разбираться, короче говоря, со всеми вопросами параметров, форматирования и так далее, это, на мой взгляд, не лучшая практика. Поэтому, если надо сделать свою маркетинговую кампанию, то за основу берем или корпоративный шаблон, в принципе, проектный офис может рекомендовать такие эталонные проекты, но это будет уже корпоративный шаблон, да, не надо будет там ничего переименовывать и менять, останется только ролевые ресурсы заменить на фактические. Ну или создаем этот файл с нуля. Создать файл с нуля всегда проще, чем внести изменения в чьи-то фантазии на тему того, как какой-то проект должен происходить. Посмотреть, да, использовать нет. Вот такой вот первый вывод. Ну и, собственно, идем дальше. Тоже по вопросам создания, сохранения файлов проектов. Когда у меня есть какой-то файл, когда я, в принципе, работаю в этом приложении, один из параметров... Один из параметров в меню файл команда параметры, вот в этом диалоговом окне параметры project в разделе сохранения, это параметр от сохранения, каждые там сколько-то минут, каждые 10 минут по умолчанию это установлено. И такая галка есть в параметрах всех офисных приложений. Собственно, project входит в состав семейства офисных продуктов, ну и, соответственно, параметры выглядят очень похоже на параметры PowerPoint, например, или того же Excel, или еще как-нибудь. Надо просто быть готовым и понимать, к чему приведет установка вот этой вот галки. Можно ее поставить? Да, можно. Но я ее не ставлю никогда у себя, когда работаю с project, потому что в project любое сохранение файла, которое произойдет, неважно каким образом, то ли пользователь нажмет на иконку «Сохранить файл», «Сохранить текущее состояние файла», то ли автосохранение произойдет, иногда с запросом, иногда без запроса, сохранять ли действительно текущие изменения. Вне зависимости от этого, сохранение произошло, отменить в этом файле уже ничего нельзя. То есть любое сохранение, оно приведет к тому, что не будет гибкости возврата к предыдущему состоянию файла. И может оказаться так, что если мне понадобится вернуться к какому-то шагу, который был там полтора часа назад в работе над проектом, я уже просто не смогу это сделать, мне придется поверх перепланировать. Что я использую вместо этого? Это просто такая привычка работы не только с проектом, но и вообще с любым офисным приложением. У меня есть привычка время от времени сохранять текущее состояние файла. Собственно, то, что не установлена, галка автосохранения, это тоже к чему-то может привести. Привести к тому, что можно полдня работать с этим файлом, потом что-то свет мигнул, аварийно закрылось приложение, и все, мы теряем за полдня эти данные. Ну, поэтому да, поэтому вместо вот этого флажка автосохранения это команда сохранить. Пожалуй, вот так вот. Дальше можем идти. Коллеги, если у вас появляются какие-то вопросы, вот Марат, я вижу, пишет вопрос по звуку, но я надеюсь, что всем остальным хорошо слышно, видно. Если у вас вопросы по содержанию появляются, то вы их сразу пишите вот в этом приложении, чтобы можно было оценить, сколько надо времени в конце оставить на ответы на вопросы, а я потом поотвечаю на них. Отлично, хорошо, спасибо, Алексей, я поняла. По поводу создания и сохранения файла проектов. Еще один такой момент. Может у пользователя быть такая привычка, я сейчас не могу показать на этом рабочем столе, давайте я где-нибудь там в документах покажу, привычка создавать файлы через оболочку операционной системы, где-то прямо в папке, может быть, на рабочем столе, ну или там в моих документах, или где-то еще. Можно так сделать? Да, можно. Будет ошибка? Нет, не будет. Вот я могу, в принципе, создать документ Microsoft Project MPP, но такой способ создания файла к чему приведет? Вот я открываю этот документ, запускаю приложение, и вот при таком способе создания файлов, именно через клик правой кнопкой мыши, через контекстное меню, надо быть готовым к тому, что здесь и в 13, и на самом деле в 16 версии проекта, что-то недоработали немножко в программном коде команды разработчиков, проект берет за основу создания файла предыдущий глобальный шаблон, тот, который был написан, и тот, который есть в инсталляционном пакете 2010-го проекта, то есть такая начинает работать немножко машина времени, мы попадаем в ноябрь 2009-го года. В принципе, ничего страшного, мы точно так же можем внутри этого файла установить правильную дату начала проекта, но только не 9-й год, а придется пролистать до 17-го, или руками написать, когда начинается проект. Мы сможем точно так же воспользоваться всеми-всеми-всеми функциями, которые есть, то есть никаких ошибок не будет. Но, на мой взгляд, это не очень удобно, потому что здесь опять же видно, что по разметке шкалы времени в предыдущем глобальном шаблоне неделя, например, с воскресенья начиналась, видно, что это другие шрифты, по сравнению с тем, как выглядит это при выборе команды файл создать просто новый проект, чистый, пустой проект. В общем, короче говоря, могут появиться всякие неожиданности и, может быть, даже неудобства в работе. Во-первых. Во-вторых, вот при таком способе создания файлов документ Microsoft Project, так же, как и при любом другом способе, содержит в себе внутри корневой элемент, нулевую строку. И такая же нулевая строка есть у меня вот в этом проект 1, который просто создан через файл «Создать новый проект». И если я здесь отображу этот корневой элемент, напомню, что это происходит через вкладку «Формат суммарная задача проекта», я увижу название, соответствующее имени документа «Проект 1», и, в принципе, у меня никаких вопросов к проекту возникать не будет. А если я возьму вот этот документ Microsoft Project файл, созданный через контекстное меню, и сделаю то же самое, то есть отображу суммарную задачу проекта, то здесь я увижу, ну, собственно, это и есть номер сборки предыдущего глобального шаблона MS Project 11, он назывался, и напомню, те, кто у нас проходил обучение по проекту, вы знаете, где на самом деле проект хранит название этого корневого элемента, это не название файла, это файл «Сведения», «Сведения о проекте», это имя документа. Поменять несложно, но это хорошо, если пользователь об этом знает, и если он к этому готов. А если нет, то может оказаться так, что, в принципе, этот нулевой элемент, вот эта нулевая строка, вообще никогда не отображается в файле проекта, и при консолидации в программу или при публикации на сервер, и я, и те, кто вообще работают в этой общей среде управления проектами, будут видеть вот такое название. Это, конечно, будет неправильно, и, ну, и, собственно, не очень хорошо. Это третий момент. Дальше идем. В создании файла есть возможность экспорта и импорта и в создании, в сохранении файла экспорта и импорта такого обмена данными между проектом и Excel. Собственно, мы и на учебных-то курсах не очень подробно эту тему рассматриваем, и Excel – это один из таких, ну, в общем, в каком-то смысле конкурентов проекта по чистоте использования для планирования проектов, и вполне может оказаться так, что у вас данные сейчас действительно хранятся по проекту в таблице Excel. Я нарочно взяла вот просто случайный первый попавшийся какой-то план проекта, как он выглядит в Excel. И может оказаться так, что понадобится эти данные забрать теперь в проект. Как выглядит файл в Excel? Очень похоже на то, что есть в самом приложении проект. То есть есть название крупных работ, разработка технического задания, определение перечня потенциальных кому-то там, есть детализация в содержании, есть еще какие-то критерии приемки, ну и такие традиционные, для проекта длительность. Не я составляла этот файл, я просто вот первый попавшийся, случайный в папке общего доступа взяла, ну то есть это какой-то рабочий файл. Кто-то реально там вот эти ресурсы присвоил к задаче, маркетолог, аналитик. Ставка. Те, кто работает с проектом, вы знаете наверняка, что ставка – это вообще не параметр задачи формализации. Ставка – это атрибут ресурса маркетолог. То есть тут в Excel есть такая особенность, здесь смешиваются объекты, задачи, ресурсы, назначения, а в проекте, как в файловой базе данных, они очень четко разводятся. Ну окей, стоимость какая-то есть, задачи предшественники, в принципе, пустой столбец, и как это часто в Excel. И бывает, это вот такая разноцветная заливка по шкале времени. В принципе, нарисовать диаграмму Ганта в Excel, если надо, вот в классическом смысле этого слова, ленточную диаграмму, проще и быстрее, чем в проекте. Но потом, когда-то, захочется в этот план проекта отнести изменения. Я понимаю, что у меня там на день сдвигается какая-то вот эта задача, и мне вручную надо перерисовывать весь этот план. Отсюда появляется вообще идея работы в Microsoft Project, и отсюда появляется необходимость в этот проект забрать теперь данные из Excel. Как это может выглядеть, как лучше делать, как не нужно делать, и, собственно, и почему. Вот об этом речь. Я могу открыть, файл открыть, вот этот вот файл, сейчас я его закрою, календарно-ресурсный план, он у меня называется, хранится он у меня где-то там на жестком диске. Через обзор забрать этот проект, он, наверное, в загрузках, забрать этот проект из Excel в Project. Открытие документа, я выбираю тип данных, ну, соответствующий, выбираю в нужной папке этот файл. Что происходит в этот момент? В этот момент, точно так же, как и при сохранении файла в Project в формате Excel, открывается многошаговый такой визорд, мастер импорта или мастер экспорта, если мы сохраняем файл из Project. который предлагает нам выполнить, ну, какие-то интеллектуальные усилия, приложить, придумать, мы хотим создать новую схему экспорта, импорта или использовать существующую, ну, например, новую, потому что я впервые экспортирую, создать новый файл проекта или добавить данные к активному проекту, все зависит от того, в какой момент я использую Excel, ну, например, создать новый проект. Какой объект я хочу экспортировать, импортировать, извините. У меня в данном случае на самом деле объекта 2, задачи и назначения с ресурсами, ну, то есть, по сути, полный спектр, задачи и назначения ресурсов на задачи. Но в классической диаграмме Ганта я вижу только задачи, поэтому мне сейчас бессмысленно забирать там остальные объекты. У меня лист один всего в Excel. А дальше мне надо как-то сориентироваться и сопоставить, что у меня есть в Excel и что у меня должно попасть в Project. То есть, мне тут надо поработать с этой электронной таблицей, что-то, какие-то строчки удалить, какие-то забрать в соответствующие поля в Project. Вот, допустим, я содержание забираю в поле названия. Критерий приемки в Project такого столбца нет. Я, в принципе, могу забрать это в поле текст 1, а могу вообще удалить эту строку. Глительность в днях я, например, забираю в поле длительность в Microsoft Project. Ресурсы в такой столбец, который называется название ресурсов. Ставку я удаляю, потому что это не атрибут задачи. Стоимость, например, забираю в поле затраты, задачи предшественников, предшественники и так далее. Вот это вот все. Остальное, то, что, собственно, вот этой желтой заливке соответствует в исходном файле, я на самом деле просто удаляю, потому что, ну, в Project другая графика, другие средства этих ленточных диаграмм. Вот нехитрая задача. Мне надо пять столбцов из файла Excel забрать в пять соответствующих, в общем-то, полей в Microsoft Project. Далее, если надо, сохраняем схему. Под схемой подразумевается именно вот это сопоставление полей из одного приложения с другим. Готово, и что я получаю? Ничего я хорошего не получаю. Мне Project говорит о том, что он, в принципе, не может это сделать. Много каких-то букв написано, но на самом деле в данном случае он не может забрать данные из Excel, потому что в Excel у меня где у меня этот календарно-ресурсный план, ну, окей, только для чтения. В Excel, например, как это и будет в файлах реальных, да, этих графиков, проектов, какие-то, вот, например, ячейки объединены. И у меня есть какая-то задача, там, согласование технического задания, которое на самом деле здесь декомпозировано на какие-то отдельные непонятно что, непонятные сущности. И, ну, собственно, Project у меня вот такого формата данных не понимает вообще. Что делать, если мне все-таки надо в проект забрать эту информацию, ну, как минимум, я не хочу перенабирать название задачи и перенабирать название ресурсов. На самом деле, поскольку Project это офисное приложение, для решения именно таких задач правильно использовать и очень хорошо работает в этом смысле обычное копирование вставка, то есть все офисные приложения, они же нормальным образом интегрированы друг с другом, поэтому я могу вот забрать какое-то содержание, критерии мне не нужны, содержание я заберу, Ctrl-C и в файле в Project Ctrl-V, да, и у меня, по крайней мере, какие-то задачи появляются, правда, вот там, где ячейки были объединены, все равно у меня какие-то пустые строки здесь. Ну, ладно, это такое дело. Дальше я могу из файла в Excel, ну, тогда аккуратно надо все это делать, да, забрать длительности, например, задач, поскольку здесь все-таки кто-то, кто работал с этим файлом, там, особо не перестарался, не переусердствовал и не написал тут 3 дня, а тут 10 дней, потому что, ну, вот это вот, вот это уже у меня, конечно, Project бы не понял. Здесь остались только числа и я могу просто точно так же Ctrl-C, Ctrl-V забрать эту информацию в файл в Project. Предшественников здесь нет, несмотря на то, что, как бы, поле такое предусмотрено, ну, нет и нет, да, и опять же, если у меня в Excel такая информация хранится, то надо было бы вообще-то правильно подровнять здесь синтаксис, потому как это понимает Project, Project это числовое поле, где несколько аргументов прописываются через точку с запятой, то есть, если бы они здесь через запятую были прописаны, у меня тоже была бы ошибка в Project, у меня здесь в принципе ничего нет, поэтому я иду дальше, ну и, например, вот хочу забрать ресурсы, допустим, с какими-то своими ставками, более того, не просто ресурсы, а конкретно их назначение на вот эти задачи, ну, окей, есть поле названия ресурсов, и тут же тоже надо хорошо понимать, что надо не промахнуться с этими идентификаторами, в Excel нет нулевой строки, а в Project есть, и, соответственно, если бы у меня здесь были прописаны предшественники, у меня бы какая-нибудь третья задача зависела бы от второй, и для Project это была бы третья задача, зависящая от второй, короче говоря, с идентификаторами тоже надо правильно разбираться, не всякий файл в Excel можно легко и непринужденно забрать в Project, но, по крайней мере, вот так вот копированием, вставкой, сформированы у меня какие-то назначения ресурсов на задачу, ну, вот я знаю, что в том исходном файле у меня задачи просто последовательно шли, ну, поэтому просто последовательно, да, и вот я могу сформировать эту диаграмму ГАНТа в листе ресурсов, само собой, все эти маркетологи тоже появились, ну, просто потому, что сам по себе объект в файле в Project возник, соответственно, я могу забрать вот эти ставки, еще надо хорошо понимать, что тут под этими ставками имеется в виду, ну, может быть, это и рубли в час, да, ну, допустим, рубли в час, если надо, там, в Project это все дело меняется, и я без всяких лишних усилий забираю эти вычисления, собственно, в затраты по всему проекту. Копирование и вставка, вот это то, что сработает, и импорт, и экспорт сработает, то есть сам по себе вот этот вот штатный, штатный функционал, когда я там захочу в том или в другом направлении подружить Project и Excel, работают хорошо тогда, когда этот импорт и экспорт являются частью макроса работающего, если, допустим, системный интегратор или кто-то из программистов вашей компании настроил, ну, например, автоматизировал какие-то повторяющиеся действия с проектом и настроил работу исполнителей рядовых по проектам через обменные формы Excel, то есть Excel буквально используется как общий знаменатель между конечным исполнителем и таким вот проектом, который является инструментом неисполнителя, тогда да, тогда, если этот импорт, экспорт это часть макроса и, собственно, есть готовые формы в этом Excel, ну, окей, нам, как пользователям, для того, чтобы забрать данные в одном или в другом направлении, нам такой функционал вряд ли подойдет, ну, по крайней мере, он будет точно неудобнее, давайте я вот эти лишние задачи удалю, он будет точно неудобнее, чем копирование и вставка, потому что, например, вот мне надо решить противоположную задачу, теперь мне надо вот эти данные из проекта превратить в таблицу Excel, и я могу много всего с этим планом проекта сделать, я могу там задать базовый план, например, я могу начать обновлять проект на какую-то дату, его даже уже обновить, у меня пошел накапливаться какой-то процент завершения, пошли накапливаться какие-то данные, что будет, если я выберу вот этот вот штатный функционал, файл сохранить, как книгу Excel, произойдет, то же самое, опять откроется мастер экспорта, опять мне придется там выбранные данные создать новую схему задачи, ресурсы, что я хочу забрать, куда, и опять мне придется сопоставлять вот эти вот поляну, допустим, на основе там таблицы запись с процентом завершения и так далее, и так далее, я сейчас не буду долго, там много на это время тратить, здесь тоже обычную штатную таблицу возьму, готово, и в принципе у меня файл в Excel появился где-то, куда я это сохранял, а Бог его знает, вот он, проект 1 на Excel, но это будет вот в таком виде, то есть режим задачи, пожалуйста, в проекте это пиктограммки, а здесь это значение, ну это и в проекте тоже значение, просто для пользователя пиктограммка отображается, это текстовый формат данных, это вот такой процент завершения по задачам, это вот такой вот формат затрат, например, ну в общем, короче говоря, понятно, таблица ресурсов тоже не намного лучше выглядит в данном случае, и что будет, если я сделаю то же самое, но просто копированием вставка, если я просто возьму, скопирую вот эту вот таблицу, то есть буквально там обычная офисная функция копировать, и я просто вставлю это в таблицу Excel, мне кажется, что так намного проще, быстрее, корректнее, с нормальными теперь уже форматами данных, с нормальной автозаменой, которую там можно, не автозаменой, в смысле, с заменой значений в Excel подровнять в том направлении, которое мне надо, я вижу и суммарные задачи, вижу и обычные задачи, у меня более того здесь еще и иерархия, она правда пробелами эта иерархия сохраняется, но тем не менее как-то сохраняется, да, вот это то, что касается экспорта-импорта, экспорт-импорт хороши тогда, когда это часть макроса, когда надо просто данные туда-сюда забрать, это копирование вставка, можем дальше идти, коллеги, если есть вопросы, то вы их задавайте, потом позже буду на них отвечать, это мне все не надо, ну какой-то чистый пустой проект, идем дальше, дальше, когда мы все-таки преодолели все эти препятствия, создали, сохранили файл, дальше начинаются начальные настройки проекта, такие стартовые установки, которые попадают к нам из устава проекта и этому соответствует диалоговое окно сведения о проекте, какая-то первичная информация, которая руководителю проекта известна. И здесь, собственно, первое поле это определение категории проекта. Он у нас планируется от начала или от конца. И на всех теоретических курсах и на курсе по работе с проектом мы говорим, что такое конкурирующее ограничение, в какой среде живет проект, что может быть точкой отсчета, в каком случае время является точкой отсчета, в каком случае время является вообще, ну такой недоступной для редактирования величиной ни для кого. И еще один соблазн, который может появиться, это планирование проекта от даты окончания. Вроде как нам нужно, допустим, построить стадион к чемпионату мира, его нельзя построить на пару недель попозже, и нам надо рассчитать, когда же нам начинать строительство, если сделать это надо, например, к третьему кварталу 2018 года. Когда нам начинать? В марте, в сентябре, в 2017 году? В 2015 нужно было начать. Ну, в общем, короче говоря, вот такой вот тип планирования. Это то, чего я не использую никогда. При таком типе планирования все задачи планируются по принципу начинаются и заканчиваются как можно позже, нередактируемой, а вычисляемой становится дата начала, а вот дата окончания это как раз та величина, которую мы и устанавливаем. И от конца начинает проект считать. Можно так сделать? В принципе, можно. Можно запланировать проект? Конечно, тоже да. Ошибка будет? Нет, ошибки не будут до поры до времени. Есть у меня какие-то задачи, например, в этом проекте, и вот у меня проект от конца, от 3 апреля, наоборот, считает данные. Вот такой вот у меня проект появляется, и вот я рассчитываю, что мне этот проект нужно было начинать 21 февраля. В этот момент, если знать, то на самом деле внутри атрибутов не то, секунду, внутри атрибутов задач присвоился вот такой вот тип ограничения, в отличие от планирования от начала, ограничения для задач как можно позже. И пока я занимаюсь моделированием проекта, это хорошая функция, почему бы и нет. Но как только я перехожу к отслеживанию хода выполнения, то есть я задаю базовый план, и начинаю формировать какой-то факт по этим задачам. У меня появляется фактическая оставшаяся длительность как соотношение факта и остатка формируется процент завершения, по факту я отработала эту задачу 5 дней, вот у меня 50% завершения. Теперь я хочу сказать, что у меня меняется остаток длительности по этой задаче. То есть мне мой исполнитель сообщил вот в этот момент, что ну что-то риск какой-то произошел, технологию надо поменять, и он за 5 дней не успеет сделать весь остаток работы. Например, ему осталось работать еще 6 дней. При любом варианте планирования от даты начала, как бы у нас ни были там смоделированы задачи, сейчас что должно было бы произойти, появиться отклонение у этой первой задачи, я должна была бы увидеть отклонение вообще-то во всем проекте в том числе. Но у меня же проект от конца, то есть у меня дата окончания такая в принципе для проекта святая величина, которую пользователь установил. И в этот момент у меня появляется сообщение о том, что возникает конфликт планирования. И вариантов у меня всего два. Или его не допустить, но тогда и остаток будет не 6 дней, или продолжить конфликт планирования допускается и увидеть, или скорее всего не увидеть даже, что ну реально сейчас возникло противоречие, в проценте завершения все нормально, но сейчас возникло такое непреодолимое противоречие в планировании этих задач. И в общем-то я не могу их сейчас правильно перепланировать. Я не увижу никогда это невооруженным глазом, потому что у меня может быть вот такой масштаб шкалы времени, и даже если он у меня по дням здесь вполне могло быть опережение какое-то, ну и так далее, и так далее. То есть у меня в принципе задача сейчас никакой дате не привязана и переместить я ее не могу. Что все-таки начнет происходить, если у меня начнется вот такая коллизия. Это нужно просто очень хорошо понимать, вот еще раз коллеги обращу ваше внимание, это не то, чтобы не пользоваться этим функционалом, это просто понимать, к чему он приведет, если им пользоваться. Вот к чему он приведет, он будет приводить опытные пользователи проекта знают, что в этот момент появляется отрицательный общий временной резерв. А в отклонениях даты окончания, например, во всем проекте я ничего не вижу, я не вижу, что у меня третья задача рискует закончиться на день позже, вижу проблему только в первой задаче. Как это решается в обычном типе планирования без использования вот этого планирования от конца, как же мне все-таки следить за вот этой вот датой окончания, все-таки мне, например, к 3 апреля этот проект нужно сделать. Я его планирую от начала, ну то есть я начинаю там с какого-то правильного 20 февраля планирую точно так же задачи и в проекте по 10 дней для например. И в проекте есть такой функционал, я не буду сейчас там уже сильно прицеливаться ко 2 апреля на самом деле 21 февраля нужно начинать, чтобы в 3 апреля попасть. Да, опытные пользователи проекта знают, что даже при планировании от начала, когда у меня тип ограничения у задач остается соответствующий здравому смыслу, то есть все задачи начинаются и заканчиваются как можно раньше, при этом я могу применить такой атрибут задачи, который называется крайний срок и установить вот это 3 апреля для интересующей меня задачи, для срока сдачи проекта установить как дедлайн, как крайний срок. А дальше я делаю все то же самое, что и с предыдущим файлом, то есть я задаю базовый план, я начинаю формировать факт и остаток, фактическая оставшаяся длительность и процент завершения и ну например такая же ситуация, у меня там по факту допустим 5 дней прошло на этой задаче и 6 дней у меня в остатке все то же самое, те же самые 45 процентов завершения, но я вижу, что во-первых у меня в соответствии со здравым смыслом, без всяких конфликтов планирования, перепланировались эти задачи, я вижу, что у меня отклонение окончания накапливается во всем проекте, как это и должно быть, и я вижу индикацию вот этой вот проблемы того, что у меня задача вышла за крайний срок, то есть следить за датой окончания всего проекта можно и в том случае, если мы планируем от начала, и в том случае, если у нас в принципе время является точкой отсчета на проекте, следить можно и нужно с помощью, по крайней мере, я так делаю всегда, с помощью вот этого функционала, который называется крайний срок. Да, вот такой вот момент, и вот в этом вот проекте, который запланирован по принципу как можно позже, здесь вот этот подход, не туда попало, который планирование от даты окончания проекта, он хорош для моделирования и он совершенно не подходит для отслеживания хода выполнения, пока моделируем, да, как только перешли к отслеживанию, появилось понятие базового план проекта и собственно мы же жить-то и отслеживать и факт накапливать будем из прошлого в будущее в одном направлении, у нас вектор, время движется в одном направлении, вот когда начинает нарушаться вот этот здравый смысл, тут уже, конечно, ничего хорошего не происходит. Как средство моделирования, да, как средство планирования проекта на всех стадиях жизненного цикла, нет, чтобы не появлялись нарушения здравого смысла, но при этом я видела все проблемы, да, и отклонения, и нарушения крайнего срока, вот такой вот хороший функционал, который называется крайний срок. Ну и давайте, несмотря на то, что у нас уже отведенные 45 минут прошли, давайте, тем не менее, как минимум, с вот этими начальными настройками закончим, потому что к начальным же настройкам, известным руководителю проекта еще до начала планирования состава работ, став работ, сроки, ресурсы остальные уже на следующий такой же семинар, относится еще и календарь проекта, ну и на самом деле точно такой же календарь бывает у задач и ресурсов. Что здесь относится к хорошим, правильным и неправильным практикам? Здесь вопрос настроек календаря, я оставлю даже вот этот стандартный, пускай календарь проекта, вопрос настроек календаря связан с настройками рабочих часов в пределах вот этой вот 40-часовой изначальной недели, 8-часового рабочего дня, и у кого-то учитываются праздники, у кого-то нет, у кого-то выходные, нерабочее время, у кого-то наоборот, ну и так далее. И что может быть такого, не очень правильного, не очень хорошего в этих настройках? Может начать пользователь фантазировать про то, что у него, например, в проекте пятница короткий день, начать настраивать пятницу для всего календаря, там, ну не знаю, пару часов короче, это календарь проекта, все пятницы до 16.00, все остальные дни остались на месте, календарь к проекту применен, я начинаю планировать задачи в автоматическом режиме, у меня задача начинается в понедельник, 3 апреля, я говорю, что длится эта задача 5 дней, 5 рабочих дней, ожидая, что она закончится в пятницу, ну то есть понедельника по пятницу, работаю над этой задачей, и мои ожидания не оправдываются, потому что в проджекте для единиц измерения длительности в параметрах самого приложения, в параметрах собственно текущего файла, в параметрах глобального шаблона, значит, про текущий файл говорю, есть вот такие счетчики, и проджект знает, что под каждым словом день, которое попадает в поле длительность, пользователь имеет ввиду 8 часов, то есть вот эта пятидневная задача, она воспринимается как задача 40-часовая, с утра понедельника, с 9 утра, он начинает искать 40 часов, и вообще не находит в эту неделю, то есть у него в этой неделе осталось, как и во всех остальных неделях, осталось 38 часов, а не 40, соответственно, он 2 часа вынужден через субботу и воскресенье перетащить на понедельник следующей недели, отсюда простой, но такой важный вывод, чего не надо делать в проджекте, не надо настраивать точность календаря, это касается и календаря проекта, и календаря задач, и календаря ресурсов в единицах мельче, чем те единицы, в которых мы будем указывать длительность, ну то есть если у нас минимальная единица именно длительности, как интервала времени, который занимает задача на шкале времени, минимальные единицы будут дни, значит и минимальные единицы настроек календаря тоже должны быть дни, потому что сейчас, конечно, информация она искажается, и сейчас не становится 38-часовая неделя от того, что появляется короткая пятница, неделя остается 40-часовой, то есть по-хорошему мне сейчас нужно было бы заходить, там обеденные перерывы сокращать, и так далее, и так далее, но зачем, чтобы что, чтобы на пятидневную длительность выйти, незачем это делать, и продолжая вот эту вот тему с календарями, с параметрами, с чем еще сталкиваются пользователи, и почему важно приводить в соответствие с настройками календаря вот эти счетчики, потому что у меня может оказаться на уровне настроек ресурса, экскаватор, например, станок, оборудование какое-то, или на уровне всего проекта, вот как в данном случае, или на уровне отдельных задач, оказаться, что работа выполняется круглосуточно, там по 24-часовому графику, вот я начинаю создавать какие-то задачи, начинаю указывать длительность этих задач, и перестаю понимать, что мне проект вообще сейчас показывает в сроках начала и окончания этой задачи, потому что у меня задача, говорю я проекту, длится 15 дней, проект говорит, ну ничего, за неделю успеешь сделать, почему за неделю успею сделать, потому что да, рамки доступного рабочего времени, где в принципе в этом проекте можно планировать работу, круглосуточные, а в параметрах под словом день, по-прежнему внутри этого файла подразумевается 8 часов, то есть это 15 8-часовых дней, это 120 часов работы, ну пожалуйста, 120 часов круглосуточно работая, вот мы успеваем сделать в общем-то до субботы 8 апреля, соответственно, если мне надо, чтобы это была 15-дневная 24-часовая задача, мне надо не просто установить календарь 24 часа, мне надо сказать, что я под словом день тоже подразумеваю вот эти вот 24 часа и только после этого планировать 15 такие 15-дневные задачи, но при условии, что день у меня 24-часовой, это 15 24-часовых дней, в соответствии надо приводить календарь его настройки, какой он выбран для проекта задачи и ресурса и вот эти вот параметры расписания. И если говорить про остальные счетчики часов в неделю, дней в месяц, то у меня задача, которая длится 15 дней, может показаться, что это задача, которую можно в длительности выразить неделями, 15 рабочих дней это 3 рабочие недели. И вот я, допустим, второй строкой устанавливаю 3 недели длительность второй задачи и опять перестаю понимать, что происходит в проекте, потому что у меня задачи с моей точки зрения как будто бы с двумя одинаковыми длительностями, но это с моей точки зрения, а с точки зрения параметров проджекта это 3 40-часовые недели, ну то есть это опять же 120 часов при круглосуточном календаре, а именно он применен к проекту, при круглосуточном календаре проджект успевает эти 120 часов работы поместить в принципе в первую же неделю. Отсюда еще один вывод, который надо учитывать и что надо, что не надо делать, вот эти два счетчика часов в дни, часов в неделю, они рассматриваются автономно друг от друга, воспринимаются независимо друг от друга программой. И не надо планировать длительность задач в разных единицах, надо выбрать какую-то одну, ну и собственно ею уже и оперировать. А вот этот третий счетчик, здесь же в параметрах расписания, дней в месяц, вот он уже не автономный. сейчас, если я начну месяцами устанавливать задачу, допустим, еще какая-то автоматическая задача у меня появляется, я устанавливаю полтора месяца, так вот это будет уже под словом месяц, проджект понимает 20-24 часовых дней, да, ну и соответственно полтора месяца это 30-24 часовых дней, то есть у меня отрезок сейчас этой третьей задачи будет в два раза длиннее, чем первый. Ну вот он такой и есть, в два раза длиннее. Вот в принципе очень простая тема, которая вызывает очень-очень много вопросов обычно у пользователей, как подружить настройки календаря и настройки вот этих параметров. Настройки параметров календаря вообще никак не касаются. Настройки параметров касаются той единицы, которой мы устанавливаем длительность. Ну и должна быть корреляция между тем, что у нас указано в параметрах и тем, по какому корреляции просто должна быть, не более того, по какому календарю у нас планируется проект. И сюда же к этой же теме, так, чтобы уже закончить с этими параметрами, чтобы уже на следующий раз, на следующий такой семинар оставались состав работ, сроки, ресурсы, наверное, уже ресурсы с отслеживания, это будет третья такая встреча, следите за анонсами, коллеги. но чтобы с этой темой закончить, со всеми вот этими созданиями файлов и первичными настройками, время начала, время окончания по умолчанию, буквально еще пару минут, подержу вас, и потом можем к вопросам переходить. Возникает частенько вопрос, что проекту от меня надо, зачем он спрашивает, когда у меня начинаются и заканчиваются по умолчанию задачи, то есть эти значения будут присваиваться задачам. Зачем ему эта информация, если у меня есть календарь проекта, и вот он, в общем-то, с 9 утра и настроен. Во-первых, отвечая на этот простой вопрос, в каком случае используются вот эти выпадающие списки, и в каком случае они будут максимально наглядными. В том случае, если у меня опять же проект будет планироваться по круглосуточному графику 24-часовому. Что такое 24 часа? 24 часа это с нуля по ноль часов работа, может быть запланирована. И вот в этих параметрах можно прямо отсюда добраться до них. Проджект спрашивает, я, говорит, понял, что у тебя с нуля по ноль часов может планироваться задача, но начинать-то мне их во сколько? В ноль часов? В шесть утра? В девять утра? Вот на какой вопрос мы отвечаем. Это первый момент. Второй момент. Время начала, время окончания по умолчанию из этих двух выпадающих списков для задач будет использоваться только один. Они взаимоисключающие и соответствуют они типу планирования проекта. Если проект от начала запланирован, проект будет смотреть выпадающий список самое раннее начало. Если запланирован от конца, он на раннее начало не посмотрит, будет смотреть, когда максимально поздно надо заканчивать эту задачу, можно заканчивать. И, соответственно, что надо, что не надо делать в проекте, такой последний момент, у меня есть какая-то задача, и я, как пользователь, нахожу в программе возможность посмотреть, когда у меня начинаются, заканчиваются задачи, и видеть, у меня таких работ может быть много, могут быть все с разными какими-то длительностями. Я, например, хочу сказать, что у меня рабочий день начинается не в 9 утра, а в 10 или в 8. В 10 несложно. Сложнее, когда он действительно там в 8 часов начинается. И что я начинаю как пользователь делать? Иногда это бывает просто моя фантазия, а иногда мне в 8 утра надо начинать задачи, потому что у меня это связано с работой на сервере, и если у меня вот этот Project Professional локализованный, русифицированный, а сервер системные администраторы поставили оригинальный, то сервер живет действительно с 8 утра. А вот этот локальный клиент, у нас его не просто перевели на русский язык, у нас его еще почему-то рабочий день с 9 утра сделали. И вот если я начну с 9 утра планировать задачи и публиковать на сервер, который живет с 8 утра, у меня начнет происходить такая неприятная вещь в загрузке ресурсов. У меня там в первый день Project с 8 до 17 у него в принципе рабочее время на сервере. Он будет воспринимать не с 8, а с 9, потому что я создаю файл проекта в локальном проекте. И он будет понимать в первый день 7 часов загрузки ресурсов. И вот этот час недоработанный начнет оттаскивать на следующий день. То есть я буду видеть неправильную загрузку ресурсов. То есть иногда это бывает такая полная уже фантазия, а иногда это бывает самое что ни на есть жесточайшая необходимость сделать так, чтобы вот эти задачи планировались с 8 утра. Так вот в этом случае недостаточно просто календарь проекта настроить с 8 утра, хотя это конечно придется сделать с 8 до 17, например, работы. Но этого мало, потому что в этом случае у меня однодневная задача начинается в понедельник, а заканчивается во вторник следующей неделе. в 9 утра не помогло. А что еще надо сделать? А еще надо в параметрах расписания сказать, что максимально раннее время, на которое могут быть запланированы задачи, это тоже 8 утра. Вторую настройку придется сделать в этом файле. Тоже не сильно помогло. Третья настройка, которую мне придется сделать в любом случае это изменить дату начала проекта. Вот это все должен знать пользователь. Три настройки сделать для того, чтобы в принципе можно было с 8 до 17 планировать задачи, а не с 9 до 6. Раз, два, три. В календаре, причем еще надо понимать в календарь задачи мы это в календарь проекта или в календарь какого-то трудового ресурса вносим. Но в любом случае в календаре в параметрах сказать, да, у меня проект от начала запланирован, поэтому у меня первый выпадающий список интересует. И еще не забыть сказать, когда у меня начинается и заканчивается в принципе весь проект. Вот так вот, да, по вот этим вот настройкам. Чего я не делаю никогда в своих проектах, это я никогда не настраиваю календарь мельче той единицы, которой буду указывать длительность, и я никогда не экспериментирую, мне незачем просто это делать, я с вот этими временем начала и окончания по умолчанию. Единственный случай, когда я начинаю это изменять, это если у меня вот такая вот, ну, уже неизбежная ситуация, русский клиент, Project Professional и американский сервер, тогда придется, чтобы не искажать загрузку ресурсов. Да, прошлись мы с вами по двум темам, собственно, это создание файлов и это начальные настройки проекта в создании файлов, это использование вот этих штатных шаблонов, да, но нет, чтобы посмотреть, да, чтобы работать с этим, нет. Это вопрос импорта, экспорта данных, обмена данными с Excel, копирование, вставка, да, импорт, экспорт, да, только тогда, когда это часть макроса. Автосохранение, это если вы не боитесь, что у вас пропадает гибкость возврата к предыдущему состоянию файла, создание через контекстное меню в папке, это просто нет, да, ну, потому что вы другой глобальный шаблон берете за основу, не вы, а прочее. И в начальных настройках нет планирования от конца, никогда так не делаю, только для моделирования, и, ну, собственно, мне-то и, в общем-то, и планирования от начала хватает. А вот если мне надо следить за датой окончания, то это крайний срок, это просто вот такой вот атрибут задачи. И вот в этих вот настройках календаря это не мельче единицы измерения длительности и без всяких вот этих экспериментов со временем начала и окончания. На следующий такой же семинар оставляем планирование состава работы, нулевая задача, и что там с вехами происходит, и что там с глубиной детализации, с повторяющимися задачами происходит. Ну, и там же посмотрим управление сроками в следующий раз. А еще один, такая третья часть вот этих вот лучших и худших практик, это будет уже про планирование ресурсов и про отслеживание хода выполнения, что не надо опять же делать вот в таких вот вариантах. Коллеги, и так немножко мы с вами подзадержались, я вас подзадержала, если есть какие-то вопросы, пожалуйста, вот один вопрос я вижу в чате, Елена, подскажите, пожалуйста, как запретить проект автоматически изменять длительность, если изменяется загрузка ресурсов и наоборот. Это, за это отвечает такой атрибут, я бы даже это показала не в диаграмме Ганта, а в использовании задач. Это такой атрибут, который называется тип задачи. ну и собственно фиксированный, не фиксированный объем работ, то есть если у меня там, например, на какую-то однодневную задачу, да, коллеги, спасибо всем, кто сейчас уже отключается и у кого уже время исчерпано, спасибо, следите за анонсами, будем рады вас видеть, сейчас я доотвечаю на эту задачу, вот есть у меня, например, вот такие исходные данные, длительность задачи, один день, трудозатраты 8 часов, загрузка 100%, и мне надо, чтобы при изменении загрузки, например, там на 50%, не изменялась длительность, но на самом деле нет ничего проще, недостаточно у этой задачи, какое-то название ей присвоен, у этой задачи установить тип фиксированная длительность и при изменении загрузки у меня будет снижаться объем работ, длительность останется на месте, а на самом деле, даже если я не знаю про вот это вот поле, сейчас я их по очереди сделаю, эти задачи, чтобы перегрузок не было, даже если я не знаю про вот это вот поле тип, что там фиксированный объем ресурсов, куда затраты и так далее, и я просто 4 дня, 32 часа, 100%, и я то же самое делаю, например, на 50%, до 50% снижаю загрузку трудового ресурса, у меня при фиксированном объеме ресурсов поплывет длительность неизбежна, а мне надо, чтобы произошло, как в предыдущем сценарии, чтобы у меня, например, объем работ снизился, так вот, неважно, какой тип задачи у меня установлен, я в любом случае могу вот в этом зеленом треугольнике, который появляется в уголочке и задачи, и назначения, то есть строки, с которой я работаю, выбрать смарт-тек, всплывающую экранную подсказку, и выбрать тот вариант, который мне подходит, ну, например, изменить трудозатраты, сохранить длительность, сохранить длительность, четырехдневную, и снизить объем работы. и более того, если говорить о хороших и, ну, скажем, менее мной используемых практиках, думаю, как бы так помягче сформулировать, то я никогда не фиксирую длительность на задачах, я всегда пользуюсь смарт-тегом, всегда, зная о том, что происходит на задаче, я всегда могу смарт-тегом отрегулировать, что мне надо, у меня увеличивается объем работ, что мне надо, чтобы у меня загрузка выросла или длительность, вне зависимости от того, как сделает проект, а проект сделает по вот этому типу, то есть он не может поменять проценты, у меня сейчас длительность будет увеличивать, но вне зависимости от этого я могу выбрать в смарт-теге всегда вариант увеличить продолжительность рабочего дня и до 75% поднять загрузку. Коллеги, еще какие-то вопросы? Евгений спрашивает, будет ли выслана ссылка на вебинар? Да, коллеги, запись есть, собственно, на канале YouTube эта запись будет опубликована и в следующий раз про состав работ и про планирование сроков поговорим с вами. И, пожалуйста, если еще какие-то вопросы есть, спасибо. Да, да, да. Excel, да, Excel Project. График вы не заберете в Excel, в Excel забираются только данные, вы тогда забираете не из графика затрат, да, то есть, график ресурсов, что мне тут могу затраты, да, посмотреть, не отсюда, а вы забираете, давайте, какую-то ставку присвоить, допустим, рубль в час. Я в графике ресурсов вижу график затрат, 4-6 рублей, там, и так далее. Но отсюда я не смогу в Excel забрать. Мне надо идти в повременные данные использования ресурсов и в повременных данных, до представления называется ресурс юзич, использование ресурсов, выбрать не трудозатраты, а затраты, и отсюда забрать копированием, вставкой вот эти вот данные. А дальше уже строить диаграмму, гистограмму какую-то строить в самом Excel. Вот так. Тут я по периодам, конечно, вижу. Если у меня масштаб шкалы времени по неделям, по месяцам, то я нормальный. Да, да, просто масштаб поменять, и я нормально забираю это самое, нормально забираю данные отсюда. Тоже копипейст, это не экспорт, импорт. Коллеги, сейчас смотрю, когда следующий такой семинар, ну вот какой-то я вижу у меня у себя в расписании в августе, но вы следите за анонсами, может быть, раньше что-то будет. Можно ли с точки зрения best practice вручную изменять загрузку ресурсов в использовании ресурсов? Да я только так и делаю, коллеги. А как? А как это по-другому делать? Вот у меня есть поле единицы назначения, и собственно, регулирую не обязательно в использовании ресурсов, смотря за чем мне надо следить. Если за ресурсами, спасибо вам, удачи, коллеги. Если за ресурсами, то в использовании ресурсов. А если мне надо за атрибутами задач следить, у меня в использовании ресурсов длительности нет, потому что это в принципе длительность, не характеристика ресурса. Если мне надо следить за длительностями, то я буду делать то же самое в использовании задач. Но в любом случае есть вот это поле единица назначения. И мне надо увеличить загрузку, снизить загрузку. Мне надо сказать, что два исполнителя у меня работают на этой задаче, в четыре раза быстрее делают задачу. Конечно, я только так и буду делать, а как по-другому? Михаил, это ответ на ваш вопрос. Не просто можно, но и нужно, по-другому никак. Коллеги, еще вопросы какие-то? Следую, пожалуйста. Есть жесткий план, есть правильный настройность. Сколько-то я доверяю нельзя, например. Но, чтобы уложить в строке, нужно многое тайное право снижать. То есть, консервирование для дня, лучше, например, или какие-то другие сроки соседей. Как рассчитать овертаймы и можно ли стоимость хотели потом вывести, если мы стоимость предначального проекта можно просьба сочетать? Хорошо, спасибо за вопрос. Вопрос про овертаймы, коллеги, те, кто с нами в удаленном режиме, или те, кто смотрит запись. Коллеги, да, те, у кого время исчерпано, спасибо вам, до встречи. Ну, сможете потом еще в записи это посмотреть. Есть задача, какая-то, любая, длится 10 дней. Есть какой-то ресурс исполнительный. Стандартная ставка рубль в час, ставка сверхурочных 2. Например, он у меня назначен на задачу, у меня задан базовый план проекта, и я начинаю с формы удачи. Я начинаю формировать процент завершения по этой задаче, процент завершения по трудозатратам, и у меня появляется уже факт в какой-то момент. Вот он у меня три дня поработал по обычному тарифу. Это рассчитано на 30% сделана задача, и у меня, собственно, затраты 80 рублей всего по задаче, фактические затраты по этой задаче, 24, соответственно, 24 отработанным часам, ну и сколько-то там оставшихся затрат у меня есть, 56 рублей, например. И вот я понимаю, что в четверг человек поработал ночью, или в субботу вышел, например, сверхурочным поработал. Как это учитывается? Это учитывается через поле, которое называется фактические сверхурочные трудозатраты. Вот вы говорите, что он у вас по факту отработал по обычной ставке в четверг 8 часов, ну окей, да, там 32 часа, 32 рубля, 48 в остатке, 48 рублей в остатке. Но он у вас остался еще исполнитель и поработал, например, в этот же четверг еще и 4 часа сверхурочных. Что произойдет? Произойдет изменение остатка. Сейчас у него по плану до пятницы работа, да, ну а так на пятницу 4 часа останется. И начнет считаться ставка сверхурочных. Вот только в этом случае, когда я в специальное поле, оно называется фактически сверхурочные трудозатраты, вот такое поле, когда я вношу какую-то величину, только после этого начинает работать магия сверхурочных. Ну и она работает. То есть он у меня 4 часа поработал, соответственно, суммарно он по факту отработал 12, соответственно, у него остаток тут перепланировался, ну понятно, что у него 4 этих самых меньше осталось. 4 часа сверхурочных это при ставке 2 рубля в час это 8 рублей затраты на сверхурочные, соответственно, я вижу, что у меня здесь накапливаются эти самые отклонения по стоимости, ну понятно, что он должен был по обычной ставке отработать эти 4 часа, отработал в 2 раза дороже, вот так вот. То есть да, в проекте это считается и во всех полях, и в повременных, и в агрегированных полях это видно. видно, и графики можно построить и опять же в тот же Excel забрать. То есть да. А я про линки буду отдельно говорить, про специальную вставку внутри проекта и с другими приложениями. Да, такой функционал есть, но он как раз относится скорее к тому, чем я не пользуюсь. Не то, чтобы к плохим практикам, но я не усложняю себе жизнь таким образом. и вам тоже не советую. Это вопрос линков между Project'ом и Excel'ем. Да, можно, но нет, не нужно скорее. Project' сам по себе локальная база данных, да, и если речь идет о работе в сетевой версии на сервере, там данные хранятся в SQL. там линк прямой идет к базе SQL, а здесь нет, здесь, ну, видите, что там открыть, закрыть, я файл локальный могу вот в таких вот форматах. Ну, то есть, если вы что-то забрали, например, в текстовый формат или какую-то базу данных превратили, например, в файл Excel, ну, вот можно там каким-то экспортом, импортом забрать или там той же специальной ставкой связать два приложения, но нет, да, опять же, как самостоятельная база данных. Спасибо вам большое за участие и всего доброго, до новых встреч. Спасибо.